Один из примеров того, как успешное предприятие становится градообразующим для целого населенного пункта поселок Шейбулак Медведевского района, который кардинально изменился за последние несколько лет, с момента, когда там открылся крупный свинокомплекс. Здесь есть и работа, и отсюда перестала уезжать молодежь. Также выросло число молодых семей и юных жителей поселка. На днях в Шейбулаке полностью ликвидирована очередь на получение путевок в детские дошкольные учреждения. Там открылся новый детский сад «Колосок», рассчитанный на 6 групп или 110 ребят. Проект с метной стоимостью более чем в 70 миллионов рублей был реализован совместными усилиями федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Практически в два раза больше места в детских садах появилось в Шейбулаке с открытием «Колоска». Строительство этого детсадика началось чуть менее года назад, в сентябре 2014-го. Уложились в поставленный срок. Новый сад распахнул свои двери 6 июля. Просторное современное здание, оснащенное новой мебелью, бытовой техникой, оборудованием для пищеблока и новыми игрушками для малышей, стало долгожданным подарком для жителей одного из крупнейших населенных пунктов Медведевского района. Да, долго мы ждали, потому что в группы не все дети попадали, а сейчас садик очень хороший и прекрасно даже. На двух этажах нового детского садика разместятся 6 групп. В помещениях уже все готово к приему детишек. Кроме игровых комнат и спален, в садике предусмотрены просторные залы для музыкальных занятий и уроков физкультуры. Кроме того, здесь на постоянной основе будет работать логопед. Открытие детсада – это еще и создание новых рабочих мест для жителей поселка. Как признается заведующая Колоска, с подбором коллектива проблем не было. Садик полностью укомплектован, а среди соискателей пришлось даже проводить своеобразный конкурс. У нас же поселение в Медельском районе самое большое. Естественно, знаете, жителей много, желающих очень много, даже пришлось делать выбор. У нас даже пришлось отбор выбирать. Поэтому желающих много, дошкольные учреждения новые, интересные, светлые. И работа здесь, конечно, будет очень удобная. Строительство детсада Колосок обошлось в 71 миллион рублей. Это средства муниципального, республиканского и федерального бюджетов. Реализация проекта стала возможна благодаря участию нашего региона в федеральной программе, инициированной Владимиром Путином и Дмитрием Медведевым. Естественно, что не менее важной была и поддержка этой инициативы на местах. Хорошая работа. Все уровни власти, федеральная, республиканская, муниципальная, поработали. И вот такой красивый дворец подарили детишкам. Детский сад должен быть и комфортным, и теплым, и безопасным. А самое главное, чтобы дети наши хотели ходить в такие заведения учебные. Потому что я, например, не хотел ходить в детский сад. А я думаю, если бы такой детский сад был, я бы захотел. Потому что преподаватели очень занимаются внимательно, и танцем учат, и физкультуру делают, упражнения специальные. Вот, например, я не помню, что в детском саду мы занимались физкультурой. Нас там на улицу выгонят, и мы там до обеда и потом до ужина болтаемся, придумываем себе занятия. А тут очень все хорошо, и они преподают, и готовят к школе, и занимаются с детьми. Это очень внимательное отношение. Поэтому я думаю, что хорошее дело сделали. И родители в такой детский сад с удовольствием будут своих детей отправлять. И уверены будут, что тут и безопасно, и тепло, и хорошо накормят. Это работа власти. Новые детские садики продолжают строиться сегодня по всей республике. В ближайшие дни строители начнут работу по возведению детсада в поселке Силикатный. Субтитры создавал DimaTorzok